Иван Крылов Моё оправдание конюте Читает Павел Беседин Защищая пол прелестный, Аннушка, мой друг любезный, Часто ты пеняла мне, Что лишь слабости одне В женщинах ценю я строго, И что нежных тех зараз, Чем они пленяют нас, Нахожу я в них немного. Удивляла от тебя, Что писать про них я смею. Ты пеняла, что умею В них пороки видеть я. Ты пеняла, я смеялся, Ты грозила, я шутил, И тебя я не боялся, И тебе самой же льстил. Для меня казалось стыдно И досадно, и обидно Девочке в пятнадцать лет, Как судье давать ответ. Но судьба здесь всем играет, Вид всему дает иной, Часто роза там блистает, И нигде мертвел седой. Где лежал бел снег пушистый, Облака крутил борей, Флора утренней зарей. И стелет там ковры душистые Для любовных алтарей. Все природе уступают, Превратяся воды в лед, Пусть бореев презирают. Придет час, они растают, Вся их твердость пропадет, Их теперь и вихри лютые Не возмогут вскалебать. Но настанут те минуты, Как резвязь их волновать, Станут ветерки восточные, Сердце наше таково твердо, Холодно, как камень. Но наступит час, Его вспыхнет вдруг, Как лютый пламень. Все в нем страсти закипят, И тогда один уж взгляд, Волновать его удобен, И, вливая в душу яд, Душу связывать способен. Но когда здесь все не впрок, Может быть, закон природы И моей уже свободы Назначает близкий срок, Скоро, скоро может статься, Заплачу большой ценой За вину, что вооружаться Смел на пол, я нежный твой. Но теперь лишь оправдаться Я желаю пред тобой, Зла тосковен не избудешь, Грустью тучи не принудишь, Грозу мимо пронести, Я еще вздохнуть успею, Как совсем уж ослабею, От беды себя спасти, И погибну невозвратно. Так тебе-то неприятно, Что на женщин я пишу, Ох, причуды поношу, Открываю их пороки, Страсти пылки и жестоки, Кои вредны иногда, Странны и смешны всегда. Но тебя ли я обижаю, Коль порочных поражаю, Нет, тебя тем обожаю, Твой лишь тихий, кроткий нрав, Не любя переговоров, Колких шуток, ссор и споров, Тот твердит, что я неправ, И когда пером шутливым, Небранчливым, небрезгливым, Глупость я колю одну, Ты поступки видишь это, Будто с целым женским светом Злую я веду войну. Так пастух в лесу тенистым, Голосом пленяясь чистым, Милой пеночке своей, Чтоб дать более место ей, Прочь от дерева гоняет Глупых карликовых ворон, Но тем пеночку пугает, Робка пеночка слетает, И ее теряет он, Как приятный сладкий сон. Но тебе ли, мой друг любезный, Страх пристал сей бесполезный? Пусть Венера во ста лет, Как колотяв поддельные зубы И надув увядшие губы, Мне проклятие дает, За вину, что слишком строго Заглянул к ней в туалет. И ценил его я много, Но тебе в том нужды нет, Ты красот не покупаешь, В баночках большой ценой, И природе лишь одной, Тем должна, чем ты пленяешь. Пусть пеняет на меня скромно, Хитро, щеголиха, Пусть ворчит мне из-под тихо, Мниму злость мою кляня. Перед ней сказать не ложно, Не совсем я чист и прав, И не слишком осторожно Я открыл лукавый нрав, Хитрые замыслы, уловки, Кое чаще у нее, Нежели у мужа у нее, Модные головные обновки, Не совсем я прав и тем, Что сказал за тайну всем, Как она над ним играет, Знает, кстати, похвалить, Знает, кстати, слезы лить, Кстати, часто обмирает, И, воскреснув без него, Мужа скромного сего, Лоб счастливый убирает. Пусть она бронит меня, Перед ней я очень грешен, Но я тем, мой друг, утешен, Что я прав перед тобой. С описанием сим нисходен, Нрав невинный, Скромный твой, Он приятен, Благороден, Как тиха зря весной, Ты притворство ненавидишь, Нужды в нем себе не видишь, И к чему тебе оно? Все судьбой тебе дано, Чтоб тобой восхищаться, Да чего же притворяться? Разве только для того, Чтоб любезной не казаться? Пусть, как хочет, Так бронит, Резвая меня ветрана, Пусть везде она твердит, Что я схож на грубияна, Что во мне искусства нет, Тешит нежно модный свет, Гнев ее ничуть не дивен. Кто портрет ее писал, И, писав его, не лгал, Тот, конечно, ей противен, Если б я не рассказал, Как сердца она меняет, Как нередко в сутки раз Верностью своей линяет, Не храня своих зараз, И как бабочка летает С василька на василек, И с кусточка на кусток, Если б я был скромен боли, Если б я смолчать умел, Может быть, с другими вдоле Сердцем бы ее владел, Но в блаженстве без препятства Мало есть, мой друг, препятства. Мил сокол нам в высоке, Скучит скоро на руке, Пусть она кричит, как хочет, Пусть язык, как бритву, точит, Мне не страшен гнев и я, Но, писав портреты ветраны, Хитрость, плутовство, обманы, Чем тебе досаден я? Ты ловить сердца не ищешь, За победами не рыщешь, На гулянии в маскарад, В соседке, в спектакли, в сад, И хотя ты всех пленяешь И умом, и красотой, Но, сколь взгляд опасен твой, Всех ты менее это знаешь. Перед зеркалом, друг мой, Ты не учишь улыбнаться, Не вздыхать, не ужиматься, Кстати, бросить томный взгляд, Или лукавый сделать глазки, Щеголих подборной краски, Весь ученый их снаряд, Расставлять сердцам тената, Быть влюбленной, не любя, Вся наука хитро эта, Непонятно для тебя, У тебя, мой друг, не в моде, Сердцем быть, глазам в разводе, Ты открыта, твой язык, Хитрой лести не привык, Плачешь ты или хохочешь, Не тогда, когда захочешь, Но как сердце то велит, С ним одним всегда согласны, Голос твой, глаза и вид, Оттого они прекрасны, Ах, когда бы весь твой пол Сходен был во всем с тобою, Кто б мой друг был столь козол И с душою столь слепою, Чтобы не пленялись им слабым, Я пером с моим, Лишь ему платил бы дани И оставил бы все брани Злым пороком и смешным, С лирой томной и согласной, Пел бы пол я сей прекрасный, И учился б лишь тому, Чтоб уметь его прославить, Кстати, в шутках позабавить, И приятным быть ему.